Вот можем мы сделать ее сами, или может быть есть какие-то вводные. Сами мы бетонную подушку не делаем, мы не являемся специалистами-монолитчиками. Но вводные, как правило, даем, они элементарные, простые, что сначала делается песчаная, потом подушка из щебня, потом заливается непосредственно сама бетонная плита с армированием. Толщина этой плиты должна быть не меньше 35 сантиметров, и, соответственно, диаметр этой плиты должен быть больше, не меньше, точнее, опять же, 200... 2000 миллиметров. Двух метров. Почему мы ставим именно такое ограничение? Потому что у нас диаметр чаши понизу 210 сантиметров. Если, например, сделать 2 метра плиту, то у нас с вами по 5 сантиметров с каждой стороны остается навес. Под этот навес потом уже можно загнать брусчатку, чтобы это смотрелось вот таким единым полотном. Дальше, относительно того, что нужно заложить на этапе изготовления бетонной плиты. В бетонную плиту необходимо заложить ПВХ-трубу для прокладки кабелей. Многие часто говорят ПНД, но ПНД не совсем для этих целей подходит. Это когда нужно тянуть длинную трассу, потом по брусчатке, там можно и ПНД. Здесь же лучше закладывать ПВХ-трубу, она... Ну, это просто технологически правильно. Труба выводится не в центр, вот видите, вот здесь центр нашей бетонной плиты, а выводится с небольшим смещением на 15 сантиметров вбок. Для чего это делать? Для того, чтобы потом, когда мы насос ставили, у нас провода, вот эти вот, которые будут из насоса выходить в эту трубу ПВХ, они были несколько смещены к выходу, а не в центре, и чтобы там эти насосы не обслуживать, не восстановить нельзя было. Соответственно, вот здесь я указал чуть прям, ну, более так подробно разрисовал, в какую сторону нужно смещать эту трубу. Смещается она в сторону лючка, вот этого вот, да, нашего замечательного, через которое потом происходит обслуживание всего оборудования. А лючок, соответственно, сразу направляется в сторону щитка. Вот видите, вот этот вот лючок, вот я сейчас увеличу. Вот он у нас, этот лючок, а, соответственно, щиток здесь. То есть вот таким образом идет наша трасса. Дальше. Плита, разумеется, должна быть ровной по уровню, без перепадов, без кочек, без залива, подливов и так далее. Абсолютно ровная, гладкая плита, чтобы при установке на нее не было уже никаких перепадов, она не прыгала там, и дальнейшие элементы фонтана можно было собирать спокойно, не отвлекаясь на эти моменты. Соответственно, сердечник у нас теперь модифицированный, поэтому здесь все соосно, расстояние больше. Соответственно, здесь можно уже не резиновый шланг, а металлопластик ставить, и здесь через резинку соединяться. Вот в данном случае с таким кольцом набор оборудования выглядит следующим образом, что есть насос, который питает сердечник, и есть второй насос, который питает кольцо. Вот у нас кольцо в разрезе, соответственно, в ножке у нас есть такие специальные металлические отверстия, через которые эти вот клюшки подходят к кольцу, и через американку там соединяются. Относительно ящика. Ящик ставится на заранее подготовленном месте, он включает в себя набор элементов для обеспечения безопасной деятельности фонтана, работоспособности оборудования, и, как правило, чаще всего спрашивают, какие провода закладывают в ПВХ трубу, какой толщины, сколько штук и так далее. Здесь важно понимать, что есть такое понятие, как группа, рабочая группа. Что это значит? Например, у нас есть с вами насос, есть подсветка на кольце, есть подсветка на сердечнике. Если мы хотим, чтобы это у нас все включалось, выключалось отдельно, с разных пультов управлялось, то у нас с вами три группы. На каждую группу, соответственно, кидаем свой кабель. Какие кабели обросать? Здесь я сделал вам такую вот табличку. Если мы говорим про силовые потребители, насосы и так далее, которые 220 и прочее, на них, если у нас трасса длиной меньше 30 метров, расстояние до щитка, то, соответственно, мы закладываем кабель 3 на 1,5. Если больше 30 метров, то 3 на 2,5. Относительно подсветки то же самое, 4 на 1,5 для трассы меньше 30 метров и 4 на 2,5 для трассы больше 30 метров. Если насосик у нас идет с понижайкой, ну, низковольтный, тогда, соответственно, можно закладывать тоже вот эти вот кабеля. По поводу ящика. входной автомат, УЗО и, соответственно, автоматы на каждую группу. Даже если у нас насос низковольтный, все равно он находится в воде, поэтому принципиально важно все ставить через эти УЗО, через эти автоматы, чтобы все было максимально безопасно. Там же есть блок дистанционного управления, через который вы можете включать-выключать свет и воду. И, соответственно, если вы используете RGB-подсветку, которая, ну, заказывается, точнее, в наборе, то с ней еще идет пульт управления этой самой подсветкой, регулировка цвета и все остальное. Вот здесь у меня есть такое видео. В принципе, на этом видео максимально показано, как работает фонтан. Да, вот видите, здесь даже в середине видео есть возможность, невозможность демонстрации того, как меняется эта самая подсветка с пульта. Относительно этого ящика, щита, да, здесь тоже у нас сразу к нему предлагается видеоинструкция, как собрать. Если мы куда-то отправляем, например, по России, по этой видеоинструкции можно элементарно его собрать, все подключить и все сделать правильно, как положено. Что еще? Какие важные моменты есть? Да, соответственно, относительно диаметра трубы. Не меньше 32 мм. Если у нас больше 4 кабелей, то не меньше 40. Кабеля протягиваются целиком, все соединения на подводной муфте. Зачастую его здесь начинают что-то резать, протягивать. Нет, они целиком протянулись. Здесь через подводные муфты соединение произошло, потом уже компаундом залили, загерметизировали, чтобы не было никаких течи и всего остального. Вот это такие принципиально важные моменты относительно именно подготовки труб, проводов и подготовки к обеспечению оборудования. Важные еще моменты. Мы не работаем с оборудованием заказчика, потому что непонятно, что как. Опять же, если мы приезжаем на монтаж сами здесь по Москве, то здесь лучше, не лучше, а ничего не нужно протягивать через ПВХ трубу. Мы все сами через нее протягиваем. Соответственно, нужно просто после замера сделать плиту и проложить ПВХ трубу. Ну, опять же, это замерщик всего достаточно подробный рассказ. Вот что касается, все, что касается именно подготовки с точки зрения оборудования проводов и кабелей, здесь мы сегодня с вами проговорили. А по поводу того, в какой периодичности, как и зачем собирается непосредственно фонтан, об этом в другом видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Ждем вас на сайте Королевская архитектура.